Еще раз добрый день. Разрешите представить наше исследование на дивантной внутриопухолевой антипедии терапии у больных меланомой кожи 3-4-й 1-а стадии. Основной нашей целью исследования – это оценить предъективное влияние легоцитарного опухолевого инфильтрата на исходы на дивантной терапию у больных меланомой кожи. У нас получились две группы пациентов. Первая группа – это пациенты, которым мы не планировали хирургическое лечение. Их было в количестве 5 человек. И вторая группа – это пациенты, которым мы в дальнейшем планировали делать хирургическое лечение. Их было 20 человек. У всех этих пациентов были различные мягкотканные увеличенные узлы, либо это были лимфатические узлы. Мы проводили им 6 курсов, лечение внутриопухоли либо неволумабом, либо пембролизумабом с последующей биопсией в первом случае и с последующим хирургическим лечением во втором случае. И перед непосредственным лечением мы брали коробиопсию, чтобы оценить биомаркеры. Дозировка препарата у нас была, ну, зависела от размера узла. То есть, если он был более 5 см, это было 4 мл. Если от 2,5 до 5 см, то 2 мл. С апреля 2016 года по декабрь 2018 в исследования были включены 25 пациентов. Это характеристики пациентов. Средний возраст 61 год. Мужчин было 10 человек. Пациенты со статусом ЭКОК 0,23. Стадия 3B – 2 человека. Стадия 3C – 14 человек. СМ1А стадии 4 человека. СМ1БЦ – 5 человек. Уровень ЛДГ больше верхней границы нормы у 5 человек. Брав мутация В600Е была у 8 человек. И хирургия, как я уже говорила, была запланирована 20 пациентам. Результаты. Получается, что из 25 пациентов частота объективных ответов у нас была у 48%. Из этих людей пятеро у нас были с полным патоморфологическим ответом. И 7 человек были с клиническим ответом на лечение. Стабилизация была у 16% и прогрессирование у 36%. Дальнейшее хирургическое лечение было выполнено 16 пациентам из планируемых 20. И в течение 6 месяцев 83% пациентов остались без рецидива. Базовый иммунофенотип инфильтрирующих опухолимфоцитов был изучен для 19 из 25 пациентов. Ну и вот мы видим, что получается базовый процент ТИЛ, оцениваемый с помощью проточной цитометрии, был выше у тех, кто ответил на лечение, и ниже у тех, кто не ответил. Тогда как значения клеток CD16, CD56 и CD4, CD25 были ниже у ответивших и выше у не ответивших на лечение. Ну и дальше мы видим, что в целом PD1, PDL1, PDL2 достоверно не различался между ответившими и не ответившими пациентами. И дальше несколько клинических примеров. Пациентка, которая к нам поступила с метастазом меланомы без ВПО в пахово-лимфатические лимфоузлы. Ее жалобы были на то, что у нее есть такой большой узел, который неприятно пахнет и там с него течет. И она хотела его удалить, но мы решили попробовать поделать внутривое опухолевое введение. И после шести курсов невлумаба вот получился такой эффект. Мы ее немножко полечили еще, не остановились на шести, сделали больше, там введений 12, наверное, и не стали оперировать, потому что коробиопсия нам показала полный патоморфологический ответ. Еще одна пациентка, она поступила к нам с метастазом меланомы без выявления первичного очага. У нее был метастаз вот этот большой на спине, и были еще мягкотканные метастазы по другим участкам тела в разных местах абсолютно. И мы вводили внутриопхолевый невлумаб во все очаги, которые мы видим, кроме одного, для того, чтобы можно было оценить. И получилось так, что невлумаб повлиял абсолютно на все очаги. И вот этот единственный, который остался после шести введений, мы его удалили и отправили пациентку на дивантное лечение невлумабом. Еще один пример. Пациентка, у нее существовал длительный узел в внутричеченной области в течение 10-15 лет, с ее слов. И он был размером с горошину и никак себя не проявлял. В какой-то момент тут вырос до 4 сантиметров. Мы начали ее введение. После шести курсов у нее узел уменьшился. Мы его удалили и получили полный патоморфологический ответ. Нежелательные явления. Боль вместе введения, естественно. Воспаления локальных осложнений у нас не было. Единственное, что было, это гипотиреоз, развившийся на фоне иммунотерапии у двух пациентов, которые получили полный патоморфологический ответ. Мы продемонстрировали потенциальную клиническую эффективность внутриопухолевого введения антипедии у пациентов с меланомой. И, конечно же, необходимо дальнейшее исследование, чтобы определить, может ли неудачное внутриопухолевое введение на неодевантном режиме как-то предсказать невозможность одеванта. Всего вам спасибо. Спасибо большое, Екатерина Вячеславовна. У нас есть даже пару вопросов. Это, на самом деле, для одного вопроса. Коллеги, может быть, у кого-то есть желание задать вопрос? У меня есть вопрос, Екатерина Вячеславовна. Гипотиреоз. Как Вы считаете, какова причина локального введения гипотиреоз у двух пациентов? Ну, я думаю, что, несмотря на локальное введение, всё равно мы, так или иначе, получаем какую-то системную реакцию. Это было продемонстрировано у пациентка, у которой было множественно много очагов, но тем не менее... Согласна. Ответило всё, поэтому... И у меня небольшой комментарий. У Вас у пяти пациентов комплит-респонс, полный ответ. И у Вас это Вы в слайде не отразили, только на словах сказали. Об этом нужно кричать. 20% полных регрессов от одного введения местного Невоумапа. Это просто для комментариев. Одного сколько? Шесть. Шесть введений. Шесть введений. Пять у пяти пациентов комплит-респонс, полный ответ. 20%. А скажите, Полста, Вы будете дальше собирать... То есть планируется продолжение исследования для того, чтобы потом оценить возможную эффективность одевантной терапии у пациентов? Вот такая вторая часть запланирована в Вашей работе? Ну да. Ну, тогда в будущем что-то, какие-то новые данные в будущем году вы нам пригодите. Хорошо. Спасибо.